ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Ух ты, блин! Фуражечки такие! У тебя что за белая фуражка? Моряцкая, что ли? Балтий-пил! Ча-ча! А, это бескозырка! Балтийский флот! Скоро у вас там не будет Балтийского флота! Ой, блин! Мы не доживем до этого, точно! Вы не доживете, это правда! Вы в каком городе живете? Ростов, батюшка! О, в Ростове тем более! У вас есть шанс не дожить! Шанс! Купий шанс! А вы откуда? Я из Калифорнии! А чё написано, Украина? Ну... Калифорния, это Украина! Так я поставил через ВИПИН, ну, Украина, да, это часть цивилизованного мира, как и Америка. Так забирайте их скорее, чё ж вы их не забираете, цивилизацию. Забрали бы, а каким образом можно забрать? К сожалению, они живут с такими соседями, агрессивными. Надо с этим что-то делать, они сейчас успешно от вас избавляются. Интересно, вы так отделяете себя и их. То есть вы как бы уже не причисляете себя к украинцам? А я не украинец, я никогда не был украинцем. Но тем не менее, причисляете их к цивилизованному миру. Да, это правда. Почему отдельно от нас? Весь цивилизованный мир, это все отдельные страны, да, независимые, конечно. А цивилизационные ценности нас объединяют. Это интересно, какие цены? Цивилизационные. Демократия, политические свободы, то, чего у вас нет. За что у вас сейчас на 7 лет сажали? Вы не знаете? Вашего депутата муниципального посадили горе на 7 лет колонии реально. А вы можете сказать, тех, кто штурмовал Белый дом, на сколько посадили? Совсем по-демократичному. За штурм Белого дома? Да. Я знаю, что есть уголовные дела, есть сроки. За то, что человек разбивал государственное здание, ломал аппаратуру и так далее. Естественно, за это срок. США страна законов, конечно. Вы безнаказанно не можете это делать. А в России, значит, надо все безнаказанно делать? Все, что касается против власти, можно делать безнаказанно? Нет, конечно. Наоборот. Даже все свободы, которые везде в мире приняты как основные свободы, за них у вас сажают в тюрьму. За высказывания. Например? Я же вам сейчас привел пример. Горинов. Ваш муниципальный депутат московский. Ему неделю назад 7 лет колонии присудили. Знаете, слышали про этот случай? За что ему это присудили? За то, что он был против войны. По статье... Нет такой статьи. Есть. Откройте. Сейчас прям откройте. Откройте. Возьмите телефон один. И прочтите. Есть. У вас есть две статьи сейчас. Первая. Дискредитация вооруженных сил. И вторая статья. Это фейки о военной операции. Как-то она звучит. Но... Так вот, когда человек выходит с плакатом «Нет войне», ему пришивают статью «Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации». Как вы к этому относитесь? Неправда. Это не дискредитация. А почему же у вас тогда за это людей штрафуют за эти плакаты? Потому что дискредитация – это совсем другое. Может быть, кому-то и штрафуют. Есть дискредитация, есть фальсификация. Это две разные вещи. Почему у вас штрафуют за плакат «Нет войне»? Потому что войны нет. Есть специальная... А разве он говорит, что «Да войне»? Он говорит «Нет войне». Так войны и нет. А он и не говорит, что она есть. Он просто пишет «Нет войне». А показать вам ролик, где «Миру – да», и человека забирают в каталажку. Он написал не «Нет войне», а он писал «Миру – да». И его забирают менты ваши в каталажку. Вот в такой форме. Во время чего? Во время несанкционированного митинга? Нет, это не митинг был. Это был одиночный пикет. Одиночный пикет? Ну, аналогично. Что аналогично? Не санкционированный пикет. У вас и по Конституции, и по всем законам одиночный пикет не требует предварительного согласования. И не может быть человек за это задержан. В зависимости от того, к чему призывает этот одиночный пикет. Миру – да. Он призывал «Миру – да». Каким образом? При этом кредитируют? Да. Вот так и было. На плакате было написано «Нет войне». Нет, много случаев, когда нет войне. А есть один-какий случай, где написано «Миру – да». А вы уверены, что это правда? Ну, я могу вам видео показать. Хотите посмотреть? Я вам тоже могу много видео составить. Давайте. Составьте. Давайте составьте. Покажите. Я еще раз. Все, да? Понятно. Она тоже может много видео составить. Но почему-то ни одного показать не может. А я вот составить не могу такие видео, но зато показать могу их десятки уже. Где нет войне, где два голубка просто, два голубя, да? За это хватают. За чистый лист бумаги. За миру – да. Туда же. Вот и все. Звук плоховато, я знаю, но мне показалось довольно… Такая, извините за фатологию, показательная вот эта вот речь их была. Видите? Вот все их аргументы. Что они могли, как они могли это как-то вот оппонировать. Какие контраргументы они могли привести. Аж никакие. Зато одели ментовскую фуражку, этот одел без козырку. И сидят типа троллят украинцев. Большие тролли. Обделались сами по полной программе. Слушай, это у тебя другие очки, еще меньше. И вообще ни хера не видно через них. Они абсолютно одинаковые по размеру. Да ну, а ну покажите желтые. На, смотри. Только вот ты ж больше желтые. Абсолютно одинаковые. А, да? Понятно. Слушай, ты купил себе недельку, что ли? Недельку ты носишь, это памперс. Чего ты? Я же тебе с тобой нормально разговариваю. Чего ты подгораешь сразу? Я подгораю. Ну да, начинаешь оскорблять меня. Каким образом я тебя оскорбил? Ну, носишь памперсы там. Ну, как бы ты пытаешься. Ну, а раз же и нет. Пытаешься меня как бы этим обидеть. На самом деле... Памперс по жизни ходишь. На самом деле ты же понимаешь, что ты меня не способен никак обидеть. Потому что таких, как ты, обижаться это... Обижаться это же ты что-нибудь... Вот тут ты прав. Ты таким родился. Слушай, кстати, ты знаешь, я кого встретил? А не перебивай меня опять. Ты родился обиженным. А я маленьких и обиженных... Знаешь, зашквар обиженного трогать, это зашквар. Понимаешь? Ой! А зашквариваться об тебя у меня нет никакого желания. Понятно, понятно. Все, если адепт там пообщался, слушай, я его переведил. Да ты что? Ну, посмотрел ролик и сказал, блин, вот он, говорит, такой плохой. Иди, скажи, режет, режет, удобно ему моменты выставляет. Это какой ролик? Какой ролик? Да любой. Я вообще не режу. Вот брехло ты, блин. Вот ты брехло. Это сказал твой адепт, твой подписчик. А, да, да. Слушай, а о... Я на твою помойку не пойду из принципа. Кстати, кстати, я сегодня встречался с тремя твоими адептами. Они сказали, что ты ссыкло вообще свои ролики не выставляешь. Вообще обрезаешь их, обрезаешь их полностью. И фальсифицируешь, и врешь постоянно. И они от тебя убегают сейчас ко мне. Да пусть бегают. Это, значит, не мои. Это не мои. Как, это твои. Это твои адепты были, бывшие. Нет. После того, как я с ними поговорил, я их убедил в том, что такое чмошник. Смотри, у меня... Слушай, смотри, у тебя борода... Подожди, подожди, я же не закончил мысль. Не перебивай меня. А, ты... Подожди, давай закончим садбэк. Смотри, ты будешь теперь... Ты врешь, потому что... Ты будешь карабас-барабас, понимаешь? Ты врешь... Потому что у тебя борода будет теперь вечно расти. Да, по барабану. Потому что ты сказал, ты сказал, что ты бороду сбреешь, тогда, когда... Или подстрижешь, вернее, подстрижешь, да, даже. Когда Зеленский... Когда Зеленский подписывает... Я отказался от своих слов. Нет, так я тебе говорю, ты с этих пор будешь карабас-барабас. Ну ничего, успокойся теперь. А теперь слушай сюда. Карабас-барабас. В отличие от тебя, адептов нет, у меня подписчики. Слушай, нет, у тебя адепты. У тебя твои адепты, понимаешь? А то, что ты их называешь подписчиками, ты можешь называть их хоть, не знаю, там, апостолами, понимаешь, святыми. Это твое дело. Адепты есть адепты, понимаешь? Вот. Так вот, твои трое адептов сказали, что ты все врешь, фальсифицируешь. Сказали, что из-за твоей бороды они вообще не хотят больше на тебя смотреть. На чучело, блин, Йети такое огородное. Таежник. Поэтому, давай, ты будешь теперь карабас-барабас. Это новая кликуха у тебя будет. Сейчас я ее разнесу по интернету. Карабас-барабас. Скажи мне вот одно. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Карабас-барабас или Старик Хатабыч. Давай одно что-то выбираешь. По барабану. Все. Карабас-барабас. А вот скажи, а почему ты как... Пока. Все. Карабас-барабас. Значит, Таежник у нас сейчас превращается в карабас-барабас. Потому что он сказал, что он не подстрижет бороду, а мы его поймали. За язык раз и держим его. Он никуда не денется. Он сказал, что он не подстрижет бороду, пока Зеленский не подпишет в Киеве капитуляцию Украины. Все. Карабас-барабас. С удовольствием смотрим за ростом твоей бороды. Интересно, когда она начнет у тебя по земле волочиться. Что ты будешь делать? А, ну можно какую-то сумку одеть и туда складывать бороду. Какие варианты еще есть? Предложите мне. Как можно бороду, которая бесконечно растет, как ее можно поддерживать, прятать, хранить, мышей вычесывать с овшами и так далее, с блохами. Скажите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!